Для того, чтобы решить задачу об энергетических уровнях, вспомним классическую рефературу. То есть возьмем пока постулату Бора. Мы будем рассматривать атомы водорода, а для атома водорода Бор задачу решил хорошо. Здесь получается у нас в этот момент, где все электроны в атоме контуются, берем закон Кулона и по второму закону Меттона масса на ускорение, так как центростремительная сила, ускорение В в квадрате делимое мое. Подставляя, получаем такое выражение. Из этого выражения еще обратите внимание. Мы получим величину МВ в квадрате. Здесь R с R сократились, и получается она равна Е в квадрате деленное на 4 Пи Эпсилон миллион. Но с другой стороны, просто скорость равна с первого выражения. Дальше. Значит, если эти формулы совместно решить, то радиусы стационарных орбит получаются вот в такой формулы. то и первые радиусы в Боровске пощадки. Теперь для энергии. Энергия складывается из генетической и потенциальной. Потенциальная берется с анательным минусом. Потенциальная энергия притяжения отрицательна, с курсом механики. Теперь смотрите. Получается, вот я вам говорила, запомните, МВ в квадрате было равно Е в квадрате деленное на 4 Пи Эпсилон миллион. Это R. Но как здесь на 2 били, несложно оплатить. Складываем, получаем выражение для энергии. Здесь у нас величина R. R как раз мы выразим уже из лайнерной формулы и получаем вот для энергии для всех уровней и можно посчитать энергии основного состояния, когда R равно 1. значит получается вот энергию стационарных состояний, если соединить все, получаем вот такую форму. Вот смотрите, здесь мы посчитали все это по законам классической механики. У нас атом водорода, один электрон, один протон. И тогда получается все хорошо, потому что дальнейшие вот расчеты показывают, что постоянная ритберга, которая уже получена в современных условиях, с расчетами квантовой механики, совпадает. Здесь расчет ведется уже из пастула табора, вот энергия излучаемая при переходе, опять подставляем, посчитали, и вот отсюда как раз выпущены постоянную ритберга. В квантовой механике в квантовой механике то та же самая задача, другой подход. В квантовой механике у нас электрон находится в поле, в потенциальном поле ядра, то есть он притягивается к ядру. И тогда вот предыдущая лекция уравнения Шредингера для стационарных состояний, помните, стационарные состояния это с этой стороны время равно лук, то есть этого члена нету. Мы записываем вот таким вот образом. Ну вот если переписать сюда вместо это полная энергия, это энергия потенциального поле сил, в которой находится электрон. Получается такая формула, решение математическое мы сейчас не вникаем, но факт тот, что мы получаем точно такую же формулу для энергии. Но здесь квантово-механический подход, здесь никаких постулатов нету. Само уравнение Шредингера уже предполагает, что энергия у нас получается квантованной. То есть вот для разных уровней будут разные значения энергии. Вот разницу в подходах понимаете, да? для того, чтобы получить этот результат, пришлось ввести два постулата. у квантовой механики решения выходит само по себе, выходит энергия, значение энергии квантового. Идем дальше. Если теперь построить график, то есть мы значение энергии вкладываем вот на таком графике. по координации у нас идет энергия, ну, по оси абсцисс у нас просто откладывается расстояние. И тогда получается, смотрите, сама кривая находится в области отрицательной значения. Почему? Потому что, ну, вы видели, энергия основного состояния минус 13,55 сотен. Потому что электрон находится в связанном состоянии. Он находится внутри атома. Поэтому энергия его отрицательна. Если он, ну, как энергия и организация, это когда энергия равна нулю. То есть, если мы достигаем такой энергии, то есть мы даем электрону энергию плюс 13,55 электрон в год. И тогда у него получается энергия будет равна нулю. То есть называется такая энергия энергия ионизации. После этого электрон может выйти и стать свободным. А при энергиях больше нуля, он уже является свободным. То есть он находится где хочет. Внутри атома он где хочет быть не может. Он находится на определенных уровнях. Вот самый низкий, самый маленький энергия это основной уровень. Самый низкий. Н при этом равно единице. Потом, если у него будет получение какой-то энергии откуда-то, он поднимается на второй уровень. Больше только подниматься он может только вот как поступили. На второе, на третье. Но он может перескочить со второго на четвертый. Для этого соответственно энергию он должен получить вот Е4 минус Е2. Значит, чтобы перейти с Е1 на Е4, он должен вот такую энергию получить. Е4 минус Е1. И так далее. Теперь смотрите, что тут еще в планковой механике. То, что Бор сделал, все хорошо и все это вошло в историю и в теорию. Но были, как всегда, нестыковки. Нестыковки были в чем? В том, что, например, линии, которые должны быть четкими, спектральные линии, когда спектр снимается, то есть при переходе, допустим, третьего уровня на первый, должна быть четкая линия, соответствующая той частоте или длине волны. Но линии получаются размытыми, не четкими. А иногда и получаются они в виде дуплетов, триплетов и так далее. Дуплет это две рядом идущие линии. Почему так получается? Получается из-за того, что например, вот разберемся с такой величиной, как момент импульса. Смотрите, если у нас электрон движется вокруг ядра по круговую орбиту, это один момент. Если он движется по эллипсу так же, это другой момент. Еще есть третий вариант. Вот так он может двигаться, когда ядро находится в фокусе эллипса, но эллипс очень вытянутый. Вот если такие три варианта брать, то уже получается момент импульса электрона будет разным. Хотя энергия одинаковая. Во всех трех случаях энергия одинаковая. эллипс